Уважаемые зрители хочу представить вам моего сегодняшнего гостя уникального человека с поразительной судьбой Виктора Алексеевича Ефимов, советский партийный деятель, российский государственный деятель, инженер-метролог, экономист, публицист, кандидат технических наук, доктор экономических наук. С 2005 по 2015 год ректор Санкт-Петербургского государственного аграрного университета. Я правильно назвал его? Да, все правильно. Член Совета ректоров, вузов, сам. Нет, это в прошлом, это в прошлом, теперь я не член Совета ректоров. Ну, вы и ректором были в прошлом. Да. И партийным деятелем были в прошлом. Понятное дело, сегодня то, что происходит с Виктором Алексеевичем, он вам сам расскажет, и его деятельность напрямую связана с очень важным историческим, я так сказал, для всего мира, моментом, связанным с БРИКС, который превратился уже в БРИКС-плюс. Ну, давайте потихоньку, понемногу. Виктор Алексеевич, вот я вот в вашей истории несколько моментов подчеркнул для себя. Вот вы разговаривали с Михаилом Сергеевичем Горбачевым. И вот вы сказали, это было давно еще, я наблюдаю за вами уже не один десяток лет, вы сказали о том, что вот когда я поговорил с Михаилом Сергеевичем, я понял, что он ничего не понимает, и также понял, что вы сами тоже ничего не понимаете. И решили отказаться от этой вот партийной деятельности, потому что вы как бы, вот я не знаю, насколько я правильно, но я попытаюсь вас цитировать, вы сказали, мне нужно самому разобраться сперва, что происходит. Зрители, уважаемые, ну, это же реально, это же реально достойный поступок, вот человечище, вот человек занимает, что вы знаете, что такое первых секретарь обкома партии Ленинградской области, вот по тем временам, и он говорит такие вещи. Виктор Алексеевич, мы вас прям всецело слушаем. Спасибо. Ну, и некоторые уточнения, я был секретарем Ленинградского городского комитета партии, то есть города Ленинграда. Вот, когда был областной комитет, он был, включал в себя город и область, я был секретарем Ленинградского горкома партии. Вот, и действительно, меня удивило одно, что я понимал несуразность происходящего, и в то же время, пребывая на достаточно статусной должности, я никак не мог ни на что повлиять. Вот тогда я и задался вопросом, о котором вы говорите, что, а как же тогда устроен мир, если уж я не могу ни на что повлиять, то, а значит, а кто же повлиять-то может, и другие так же не смогут. Вот, а Горбачев, он действительно производил впечатление человека такого эгрегориального, подключенного куда-то, и он своих мыслей не имел, он, как бы, так сказать, просто словесную чупуху какую-то нес, и многим она нравилась, потому что до этого лидеры вообще не умели говорить, а тут подобрали человек, который, в общем, говорит, 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 но понять, о чем он говорит, очень сложно, и вот это была другая крайность. Я действительно, когда уже встречи он проводил неоднократно с активом, значит, Ленинградской городской и тогда областной партийной организации, и там сколько, меня так все время и там, так сказать, шли коллеги, ну ты давай, ты скажи, там, так сказать, ну я-то говорил, но отклика никакого. И я видел, что паровоз идет просто совершенно не оглядываясь по сторонам, и просто так спонтанно уже, да, получилось, что я сидел на областной партийной конференции, когда выдвинули мою кандидатуру на должность секретаря Ленинградского обкома партии, он тогда включал и город, и область. И я вот вышел на трибуну и так просто сказал, что, вы знаете, в стране происходит одно, а внутри партийной организации идут процессы напускания дыма на то, что происходит в обществе. Участвовать в этом напускании дыма я не согласен, и поэтому беру самотвод. Ну и тогда вот партийное братство так было устроено, что я стал безработным, и у меня было две дочки-школьницы и сын тогда годик ему был. И, собственно, вот я остался безработным. Ну, это не то, что я как-то... Ну, просто это единственный возможный вариант, который для себя выбрал, потому что продолжать заниматься тем, что просто претит моим представлениям о жизни, было уже невозможно. Ну, а потом уже я там вошел, как бы, так сказать, в новую жизнь, получил там экономическое образование, помимо политического образования, физика, которые к тому времени у меня были. Ну и вот уже работал там, да, действительно, и в финансовых структурах, и в промышленных, и на производстве на серьезном, ну и потом ректором. Поэтому военным был два года. Поэтому особенность моя в том, что я не узкоспециализирован, а занимаюсь, как это говорят, жизнеречением, то есть пытаюсь понять жизнь в целом, а не в каком-то ее отдельном отраслевом разрезе. Виктор Алексеевич, слушайте, у меня вот такое ощущение, что концепция общественной безопасности, которую вы заняли со своими коллегами, с Петровым в частности, не явилось ли это разговор с Михаилом Сергеевичем Горбачевым толчком к тому, чтобы вот приобрести вот это вот понимание и объяснять о необходимости нового мировоззрения. Ведь концепция общественной безопасности именно это подразумевает? Да, мы говорим, что процесс глобализации, он объективный, но концепция глобализации субъективна. Она определяется нравственностью глобализаторов. И наиболее в яркой такой поэтической форме о том, что концепции глобализации могут быть разные, пожалуй, сказал лучше всех Тюльчик. Он сказал, единство, ну, то есть концепция, да, единство возвестил оракул в наших дней, быть может, спаяно железом лишь и кровью, но мы попробуем его спаять любовью, а там увидим, что прочней. Вот мы тогда понимали, что спаять любовью и кровью – это очень сложная, кропотливая работа, но это работа, которая может сплатить человечество на тысячелетия. То есть у нас не стояла задача что-то сделать там на 10 лет, на 15, но хотя бы на тысячу лет. Вот мы считали, что человек существо разумно, и он способен так организовать свою жизнь. Но сказать, что встреча с Горбачевым, она как бы, так сказать, содействовала созданию группы – это не совсем верно, потому что это скорее содействовало становлению моей судьбы. Но группа эта была уже в зачаточном состоянии создана, и представители этой группы приходили на встречу с активом Ленинградского городского областного комитета партии. Из членов актива только два человека – я и Золкин, он возглавлял тогда отдел оборонной промышленности обкома. Вот мы с ним вдвоем откликнулись на эти предложения, повзаимодействовать. И вот я так познакомился и начал взаимодействовать с этой группой. Вот с 90-го года это уже в такой активной форме. Петров Константин Павлович появился немножко позднее, где-то, наверное, это год там 93-й, может быть, примерно так. Но он эту информацию получил, когда основные базовые положения уже были разработаны. Вот такая предыстория. А такой исток, человек, который и меня знакомил с этой информацией, был Зазнобин Владимир Михайлович. Вы вот прочитали, тетчего, а там посмотрим, что прочнее. Но когда вот смотришь на то, как развивалась ваша концепция, то с каким вот усилием и какую мощь начинаешь понимать, когда вот изучаешь вот эту вот общественную безопасность, на ум приходят другие стихи. Мы наш новый мир построим, кто был ни с чем, тот станет всем. Вам не кажется? Ну, в общем, тут, конечно, мы стараемся работать не в режиме каких-то противопоставлений и прочее, мы просто думаем, как всем нам вместе жить по-человечески. Потому что, если мы сейчас начнем опять вот пытаться как-то разделить по каким-то иным принципам общества, то это тоже будет неверно. Вот, наверное, сейчас нужен режим такой экосистемы созидания, когда каждый живет так, как он хочет, но при этом не мешает другим. Это очень ярко и образно сказал об этом наш президент Владимир Владимирович Путин в своей речи на Валдайском форуме. Это было в октябре 22-го года. Вот я очень советую посмотреть. Она выложена сейчас в интернете. Вот, она очень такая показательная. Это, по сути, вот наша идея, потому что мы говорим, что нужна экосистема. Нам не надо никого воспитывать и не надо никого. Ну, хотят жить европейцы так, как они живут. Ну, пусть они так живут. И чем больше мы их критикуем, тем хуже и для нас, и для них. Потому что вот они вымрут и так, если их никто не будет трогать. Когда мы их начинаем критиковать, протестовать, слушать, что они там говорят, то мы их просто поддерживаем эгрегориально, подкачиваем. Они живут за счет нашей энергии. Вот в этом беда, что нам не надо, как Пушкин говорил, все, что прочла Европа, нет нужды вновь беседовать о том. Если они что-то сказали, это пусть на их совести. Не надо оправдываться, не надо ничего доказывать. А мы работаем по принципу. Они сказали, а мы потом в этой повестке и находимся. Неделю, две. Потом они следующие сказали. Мы опять начали. И все. А у нас нет своей жизнеутверждающей повестки, позитивной. Мы должны говорить только о своем, о своем будущем и о том, как его нужно формировать. Вот это основная проблема. Интересная вещь вы говорите сейчас. Прямо я вот много лет наблюдаю за тем, что происходит в России вообще в постсоветском пространстве. и никак не мог понять, и был таким ярым противником того, что зачем нам примерять на себя лекало развития каких-то европейских стран, каких-то азиатских стран, какого-то западного мира. Когда у нас тысячелетняя история, свои, слушайте, треть мировых запасов, одна шестая часть суши, где мы могли бы создавать свои лекало развития. Пусть на нас равняются, если хотят. Вот мы и говорим, что по большому счету, если говорить о цивилизации, как об обоченности, способной воспроизвести жизнь человек, что, условно говоря, осталась только вот эта часть цивилизации, а она способна воспроизвести человека в целом, то их таких три. Это западная цивилизация, восточная цивилизация и русская цивилизация. И, действительно, нам нельзя ни евразийством заниматься, ни смотреть на себя, как на части Европы. Ну, когда посмотришь на карту просто, Европа такая и Россия, и мы часть Европы. Но, тем не менее, эти анекдотичные фразы иногда звучат, что Россия – это часть Европы. Ну, можно сказать, пуговица тоже может сказать, что вот ко мне кафтан пришли. Но от этого она не перестаёт быть пуговицей. Я наблюдал за некоторыми вашими видео выступлениями. В основном это были похожи как на лекции, на такие вот обучающие такие моменты. И вы такое особое внимание уделяете пониманию рабства. Раб. Что это такое раб? Что раб не может... И управляющей системе, вы говорили, очень неудобно, когда раб начинает понимать, что он раб. Очень неудобно управлять с этим положением. То есть, по большому счёту, я-то имел некоторые тоже свои позиции в этом плане. Говоря о том, что вот человек с рабским мышлением может мечтать максимум только быть рабовладельцем. Он может быть достаточно богатым человеком, позволить себе там какие-то роскоши. Но максимум, о чём он может мечтать, это быть рабовладельцем, никак не свободным человеком. И в этой связи я бы хотел, чтобы вы нашим зрителям, если можно, коротко сказали бы, что это такое ощущение рабства. И когда ты понимаешь, что вы там прямо цитируете, я вас цитирую, прошу прощения, когда он понял, что на нём кандалы, когда он понял, что на нём ошейник, и он начинает всё своё время тратить на то, чтобы понять, как от этого избавиться. Но он избавиться от этого никогда не сможет, просто его это понимание, оно в ущерб хозяину получается. Ну да, правильно, вы так подметили базовую черту современной цивилизации. О ней, кстати, сказал так достаточно ярко, Михаил Валентинович Ковальчук, когда он выступал в Министерстве обороны. Он прямо сказал, ну так, чтобы мне сослаться на авторитеты, что это не просто мои там мысли. Он сказал так, что, а что вы хотите, система рабовладения, она всегда была и всегда есть, она никак не менялась, просто менялась форма рабовладения. Да, действительно, рабовладельцы, когда увидели, что раб, ощущающий ошейник на шее своей, он становится, в общем-то, опасным для рабовладельца, он ощущает это рабовладение. И вот, а ведь тогда приходилось рабов и кормить, и поить, и заставлять работать, и прочее. Потом придумали, значит, следующую там, следующую фазу, как бы, развития рабовладения, да, это феодализм. Там уже человек сам себя кормит, уже попроще стало, вот, а, ну, заставлять еще надо было работать. Потом капитализм, уже и заставлять работать не надо, они сами идут на работу, и сами работают. Вот, а теперь, говорят, свободная демократия, это когда раб ощущает себя свободным человеком. Суть-то не изменилась, как все было, так и осталось, но раб начинает ощущать себя свободным человеком, а еще Герта сказал, что нет опаснее и устойчивее рабовладения, чем то, когда раб ощущает себя свободным человеком, то есть, тогда никаких протестов быть не может. Вот, а суть рабовладения в том, по большому счету, состоит, чтобы не дать человеку состояться в качестве человека разумного. Вот, Бог от, как бы, изначально наделяет человека неким ресурсом потенциальных возможностей развития. И если ему не мешать, то человек разовьется вот в то, как он задуман Богом. Но, вот, соответственно, суть рабовладения, это заблокировать возможности развития человека в качестве человека разумного. В этом и состоит суть. И поэтому, когда мы возьмем, допустим, книгу Ефремова «Час быка», то у него есть такая фраза, когда он говорит о кольце разума, он говорит так примерно, что, да, мы имеем право вмешаться в судьбу той или иной планеты только в одном случае, когда на этой планете блокируются возможности развития человека. Вот, поэтому это как раз и есть то самое опасное, что может быть на Земле. и понятие человека сегодня немножко, так сказать, искажено. Оно приближается к тому, как давал это определение в свое время Аристотель. Он говорил, человек – это двуногое животное без перьев. Вот, чтобы считал, как бы, что это единственное, что отличает человека от животного мира. вот, поэтому, значит, мы-то говорим, что человек совершенно иное существо, и подметил это еще Диоген, он как-то принес Аристотелю, его школу Аристотеля принес общипанного петуха и сказал, вот вам человек. Вроде, да, подходит под определение. И тогда в школе внесли реальную корректировку в это определение и сказали, человек – это двуногое животное без перьев и с широкими ногтями. Вот. Если мы остаемся в таком определении, то нам сложно выйти из состояния рабовладения. Виктор Алексеевич, вот в ваших работах была такая позиция, честно говоря, я ее не совсем изучил, но вот я помню, вы говорили рубль закрепить за киловаттом энергии. То есть какое-то новое понимание валюты получается. Да, вы знаете, вот человечество сейчас вошло в эпоху системного кризиса, и выход нужно искать в надсистемном пространстве, нужно понять такие базовые первостепенные вещи, которые привели в этот кризис. И основная из них это то, что вот эта тема мне близка. Почему? Потому что я по кандидатской диссертации метролог, это наука об измерениях, и поэтому я хочу сказать, что проблема в том, что экономика исчерпала себя как наука в его сегодняшнем состоянии, а нужна такая наука. Потому что Менделеев в свое время сказал, наука начинается там, где начинают измерять. Вот. И я со своей стороны добавлю, что а измерения начинаются тогда, когда есть единица измерения. Вот сегодня, как это ни странно, но в экономике нет единицы измерения экономических величин. Ну, говорят, в чем мы измеряем-то в долларах? А доллар, что это такое? Ну, раньше было такое, да, измеряли в долларах, а он приравнивался к золоту, тогда было понятно. Так вот, сейчас доллар утратил 96% своей платежеспособной способности. то есть от момента, когда он был создан, сегодня 96% платежеспособной способности он утратил. Так получается, что в чем мы измеряем-то? В химерах каких-то? Завтра утром по радио скажут, сколько рубль к доллару, сколько доллар к евро, но а что такое доллар, никто же не скажет. это все равно, что у вас, допустим, утром объявляли бы, как килограмм соотносится с фунтом, а метр с дюймом, но никто бы не говорил, что метр это вот-вот, вот такой отрезок, а он бы по радио объявляли бы, что такое метр сегодня, то тогда невозможно было бы в механике собрать какой-то аппарат, части которого изготовлены в разных местах. Так, экономику невозможно собрать, если нет единой единицы измерения. Поэтому я даже не столько настаиваю на киловатт-часе, сколько хотя бы на том, что давайте хоть в чем-то измерять в золоте, там, в серебре, в шкурках, песца, в попугаях, ну и не знаю, в чем-то надо измерять, не бывает такого, чтобы измеряем, а в чем не знаем. Вот, в этом суть. А, конечно, если уже дальше посмотреть, а в чем же измерять, то, конечно, логичнее измерять в энергии, потому что деньгами всегда выступал тот товар, который наиболее часто применялся в товарообменных операциях. Если вы посмотрите на то, что происходит сейчас, то в любом товаре прежде всего, что лежит, энергия. Нет ни одного товара практически, где бы не было энергии. Возьмите кирпич и буханку хлеба. Если вы посмотрите, там и там 95% это энергия затраченная, там глина это ничто и, значит, зерно это тоже, в общем-то, недорого. Вот хлеб. Вот, поэтому речь идет о том, что киловатт-час это целесообразно было бы ввести такую единицу измерения экономических величин. и я считаю, что вот БРИКС как новая структура, мы там сейчас стремимся сформировать и академию цивилизационного управления БРИКС и финансовую ассоциацию БРИКС и рассчитываем, что вот эти идеи там нам как-то нужно продвигать в сознание, потому что вот такие элементарные вещи, к сожалению, их очень сложно ввести в общественное сознание. Это ровно так же, как вот вспомните времена, скажем, там, Коперника. Вот как он мог доказать, что Земля, что Солнце не вращается вокруг Земли, когда все это видят и когда все это понимают, а он вот, ну, с него же церковь-то обвинение сняла со своей стороны только в 2010 году католичный, вот, значит, Папа Римский, когда остался земляком, только тогда, так что у нас задачка примерно такая же, вот эти элементарнейшие вещи, а их не ввести в сознание, что нужно в чем-то измерять, нужна какая-то единица, ну, давайте там в киловатт-часах, да, ну, давайте в нефтяном эквиваленте, давайте в тоне условного топлива, давайте в кубометрах газа, давайте, но это же нужна какая-то реальная стоимость, которой нужно привязать единицу измерения и на бумажке написать, если вы напечатали там, так сказать, бумажку, там, 100 брикс, да, так написать внизу, чему это равно, то есть обозначить, что это такое, а сейчас даже, вот я видел недавно там, так сказать, бумажку, 100 брикс, да, там, разработка, но там ничего не написано, это, это не деньги, возьмите деньги за всю историю существования человечества, бумажные, там всегда не только писалось, что это, в золоте или в серебре, или еще в чем-то, но и подписи стояли, что эта бумажка, вот, гарантированно обеспечивается тем товаром, который написан на обложке, так вот, казалось бы, мы должны становиться умнее, но мы становимся глупее, то есть, мы сейчас вот эти фантики печатаем и дурачим друг друга вот этими фантиками, у кого фантиков больше, которые абсолютно непонятно, непонятен их смысл вообще. Кстати говоря, о брикс, это был мой следующий вопрос, и, кстати говоря, о этих самых фантиках, о которых вот вы сейчас сказали, я знаю, что вот над разработкой именно денежной единицы брикса вы тоже имеете непосредственное отношение. Вот эти идеи привязать к какой-то постоянной величине, к пи, например, как вот мы знаем в математике, вот к этому, к этой же энергии, допустим, будет фигурировать в создании валюты брикса? Нет, вы понимаете, конечно, ну мы-то будем эти идеи продвигать, но общество пока не очень готово, то есть, надо, чтобы, во-первых, более широкая эгрегориальная поддержка была в народе, и тогда только это будет проникать и в высшие эшелоны власти, поэтому одно дело предлагать, а другое дело получить результат, это немножко разные вещи, и я думаю, что именно русский мир должен нести эти идеи здравомыслия вот в историю развития человечества, мне кажется, это наша миссия, вот, потому что Русь Святая это не просто так созвучные слова, они ко многому обязывают. Я буквально недавно дописал интервью с президентом международного форума БРИКС госпожой Пурнима Ананд, и в разговоре с ней я ей предложил возможность создать стабилизационного фонда БРИКС, на что она очень так интересно отреагировала, она сказала, что на следующем форуме БРИКС, где будут принимать участие президенты или их представители стран, она эту тему предложит, то есть смысл заключался в том, что вот сейчас для того, чтобы вступить в БРИКС, сделано какое-то определение, то есть бюджет должен страны не меньше, по-моему, 200 миллиардов долларов иметь, так вот при вступлении в БРИКС, в этот фонд, допустим, вот определять какую-то определенную сумму, допустим, вот как натовские войска в какой-то стране находятся, и американцы добились, чтобы вот эта страна 2% от своего бюджета тратила на содержание вот этих войск, то есть пусть там будет не 2%, а наоль 2% от бюджета, или 0-0-2% все-таки сумма колоссальная, и когда вот происходит, вот как в Турции, допустим, недавно были землетрясения, наводнения, там, все такое, чисто голосованием, значит, раз, какую-то сумму, какую-то часть, значит, финансовую поддержку, или же, допустим, на эту сумму закупать необходимые, необходимую гуманитарную помощь, вот в этом плане, просто, я вот вспоминаю Белинского, который сказал, когда борется правда с неправдой, это мелодрама, а когда борются две правды, это трагедия, когда борются две неправды, позволил себе дополнить его, когда борются две неправды, это комедия, в этом смысле, действительно, при создании вот такой огромной машины, куда уже входит уже сейчас половина земного шара, учитывая вот эти вот страны, которые АПК плюсы, не кажется ли вам, что вот эта вот борьба двух неправд начнется, я просто сейчас вот чувствую, вот сидят эти американцы и каждый день там у себя где-то в штаб-резиденциях встречаются и начинают обсуждать, что же, слушай, произошло, мы этого никак не предвидели, что вот Брикс войдут эти страны, потому что все-таки 15 лет это был вяло текущий процесс, никакой блоковости, никаких обязательств, а тут на тебе, то есть получается, что вот эти горизонтальные отношения именно вот стран Брикс-участниц, они стали больше приемлемы для других, нежели вот эта вот вертикаль отношений, где вот есть главные Соединенные Штаты, а остальные по иерархии. Нет, ну сейчас же просто для всех очевидно, что Соединенные Штаты не справляются с реализацией концепции глобализации, ну хоть как-то по-человечески, да, это не приемлет все народы мира, это очевидно, это элиты там каких-то стран поддерживают, а если спросить народы, как бы, так сказать, вот сердце народа, то ни в одной стране мира сегодня нет сторонников Соединенных Штатов, в этом наша сила. И, конечно же, будущее за странами Брикс, потому что концепция евроамериканского конгломерата, она исчерпала себя, речь просто идет однозначно о кончине этой цивилизации евроамериканской, Европа уже практически погибла, да, в отсутствии энергоносителей из России, они только за счет этого жили. Ну, а следующая очередь за Соединенными Штатами, если нам поручена Европа, то Китаю предстоит уже закрывать Соединенные Штаты. Вот, и, конечно же, будущее за Брикс, это однозначно, но вопрос даже не столько в фонде Брикс, сколько в том, чтобы Брикс не подпитывал вот эту погибающую систему, потому что сегодня страны Брикс по-прежнему пользуются долларами, евро, и это как раз и является прямым ущербом их будущему. Вот, поэтому нужно решить такие элементарные вопросы, которые, вот, может быть, вы тоже там, у вас контакты есть, нужно их вот такие простенькие вопросы продвигать, ведь смотрите, мы между собой еще до сих пор в расчетах используем долларовую систему, а ведь, ну, внутри себя-то мы уж точно можем рассчитываться, ну, хотя бы по принципу переводного рубля Советского Союза, ведь этот опыт прекрасно оправдал себя с 60-х годов по 91-й год, вплоть до развала СССР он ни разу не чихнул и идеально работал, вводится над национальная валюта, за которую ничего невозможно купить, за нее можно купить валюту любой другой страны, которые вошли в этот союз, и вот, если вы хотите что-то купить в Китае, то вы покупаете юань, если вы хотите купить что-то в Индии, вы покупаете рупию, там, и так далее, вот, вот смысл-то в этом, что нужно решить вопросы, лежащие на поверхности, хотя, конечно, нужно думать об интеграции, вот такой, о которой вы говорите, безусловно, но это даже уже просто следующий шаг, а есть вопросы, они просто элементарные, и вот, и введение этой наднациональной валюты, оно все время забалтывается, забалтывается кем? Банкирами, спекулянтами, финансовыми, и так далее, потому что им это не выгодно, они сидят на, им, в лучшем случае, они поддержат переход от доллара на юань, потому что, ну, а им спекулировать на юань или на долларе, разницы нет, они будут тащить в эту сторону, а нам нужно, чтобы каждая страна торговала только в своей собственной валюте, и только за ее валюту можно было бы в этой стране что-то купить, и тогда, а валюту этой страны, пожалуйста, можно купить через БРИКС, ввести такую валюту наднациональную, БРИКС, ты вначале купил БРИКС, а потом за БРИКС купил валюту любой другой страны, и купил уже там этот товар, и здесь не обманешь друг друга, потому что твоя валюта будет востребована только тогда, когда ты поставляешь что-то на рынок товаров БРИКС, а если ты туда ничего не поставляешь, то твою валюту никто не будет брать, потому что, ну, она не нужна, она же нужна, когда кто-то хочет, вот такая, понимаете, это задачка для восьмого класса, вообще-то, школы, и это все очевидно, и все настолько просто, что вот это простое очень тяжело продвигается, потому что слишком все становится понятно и прозрачно, ну вот, я думаю, нам уже, наверное, завершать можно было бы, я уже завершаю, хочу сейчас попрощаться, к сожалению, эти полчаса так быстро пролетели, столько вопросов хотел еще задать, но я надеюсь, что у нас это не последняя встреча, дай бог мы еще встретимся, уважаемые зрители, для тех, кто не знает, Виктор Алексеевич Ефимов, ну, глыба человек, что и говорить, советский, российский, партийный и государственный деятель, инженер, метролог, экономист, публицист, кандидат технических наук, доктор экономических наук, эти регалии можно перечислять бесконечно, Виктор Алексеевич, большое вам спасибо за то, что вы не отказали, уделили время и мы людям объяснили многие интересные позиции, до новых встреч, спасибо. Спасибо, я в заключение зрителям покажу вот некоторые книжечки наши, вот базовая книжка, это достаточно общая теория управления, такая книжка у меня есть, она называется «Глобальное управление и человек, как выйти из матрицы». И, наконец, по экономике книжка, она называется «Экономика инновационного развития». Это та самая экономическая модель, которую пользовался Советский Союз во времена Сталина и которая раньше не была описана, то есть практика была известна, а в теории это описано не было. Вот эта книга описывает тот уникальный опыт, когда Россия совершила такой гигантский прорыв, которого не было за всю историю существования человечества, опираясь вот на такие подходы к организации экономики. Спасибо. Всего вам доброго. Еще раз большое спасибо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok